Всем привет! Вы на канале Черкова Алина Арт. За окном октябрь, а у меня еще не было синего пейзажа, поэтому буду это дело исправлять. В конце видео вас ждет конкурс. Всем приятного просмотра! Список материалов я оставлю под видео. Сначала я тонирую лист черной краской, далее дожидаюсь полного высыхания и перехожу к следующему этапу. Смешиваем на палитре белую и синюю краску, получаем голубой оттенок. И этим цветом мы с вами начинаем с помощью губки тонировать небо. Далее на палитре я выкладываю цвета такие как оранжевый, красный, бордовый, малиновый, охра. Вы можете взять немного желтого. Экспериментируйте с цветами. Повторяем с вами шаг номер два. Все та же губка. Губка. Субтитры сделал DimaTorzok Далее я беру плоскую кисть номер четыре. Вы можете взять и круглую кисточку. В принципе, это не так критично. Для приписания стволов деревьев. Как лучше писать ствол? Смотрите. Сначала вы нажимаете на кисточку, а потом вы ослабеваете, когда вы ведете кисть кверху. Тем самым она будет у вас сужаться, ствол дерева будет сужаться и будет смотреться правдоподобно. Субтитры сделал DimaTorzok Далее переходим к самому интересному этапу. Это техника на образге. Можно взять плоскую щетину, либо это зубная щетка. У меня довольно крупного размера щетина, как вы видите. Набираю самые яркие, чистые, сочные цвета, характерные для осени. И с помощью пальчика вот такими вот движениями мы начинаем распределять вот эти вот набрызги. Тем самым деревья уйдут у нас с вами на второй план. Этого мы и добиваемся. Далее мы даем картине подсохнуть. И приступаем к прорисовыванию берез. У меня картина не очень хорошо подсохла, поэтому у меня начали смешиваться цвета моих как раз таки набрызгов. Но ничего страшного, в этом даже есть своя изюминка. За счет смешивания цветов между собой у нас получаются дополнительные цвета, что тоже очень хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Далее я вам покажу, как еще с помощью одной техники можно добиться имитации вот этих вот тех самых пятнышек на коре березы. Можно взять пластиковую карточку, либо взять кусочек картона. Наносим на боковую часть карточки черную краску. И начинаем формировать. Мы вот таким движением как бы прижимаем и немножко в сторону отводим. Получается такая имитация пятнышек. И еще можно с помощью карточки нанести на боковую часть уже не черную, а белую. Краску и отпечатать ветки деревьев, кто не хочет прописывать именно кисточкой. Также можно снова техникой набрызги добавить листиков, либо просто припечатать и добавить тени от берез. Вот такой результат у меня получился. Спасибо, кто был со мной до конца. А теперь условия конкурса. Вам нужно будет прислать свои работы, выполненные по данному видео уроку, на мою электронную почту, которую я укажу под видео. Всем спасибо, всем творчество. Пока-пока.